Снижение показателей в растеневодстве связано с затянувшейся уборочной кампанией. В обрабатывающей промышленности увеличен объем на более чем 4%. Положительный рост достигнут в основном от предприятий областного центра. В текущем году в регион привлечено больше 250 миллиардов тенге инвестиций, что больше на 13% к уровню прошлого года. При этом отрицательная динамика сложилась в районах Тимирязьском, Жамбулском, Таиншинском, Аккаинском, Мамбульском, Казалжарском, Алиминском районах. Сниженные объемы также и в районе Капитума-Срепова. Вместе с тем по району наблюдается положительная динамика за август месяц, где привлечено порядка 8 миллиардов тенге инвестиций. Глава региона подробно остановился на показателях всех сфер и дал соответствующие поручения. Снижение допускать нельзя. В резервах обрабатывающей промышленности видим производство продуктов питания, который занимает порядка 50% отрасли. В связи с чем основной объем должен достигнуть путем увеличения объема производства крупных и малых предприятий. Рост по итогу года по производству продуктов питания запланирован на уровне 105%. В текущем году планируется ввод 330 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день сдано около 123 тысяч. ГАУЕС Нурмухамбетов поручил исключить всевозможные риски. Обеспечить исполнение ежемесячных показателей, доведенных в рамках плана первоочередных действий правительства Республики Казахстан по обеспечению экономического роста в 2024 году. Второе. Руководителям отраслевых управлений исключить все риски, влияющие на обеспечение положительного роста в отраслях экономики. Третье. Управление экономики продолжит работу областного оперативного штаба по обеспечению экономического роста с постоянным рассмотрением всех проблемных вопросов, препятствующих исполнению плановых показателей. Что касается подготовки к зимнему содержанию дорог. По областной сети в готовности находится 180 единиц техники. Это 100% от норматива. Задействовано 130 человек и 11 дорожно-эксплуатационных пунктов. С 20 октября планируется начать работы по выкорчевке кустарников, закрытию водопропускных труб и заготовке противогололедных материалов и реагентов. Вместе с тем ведется подготовка конкурсной документации для заключения договоров на содержание автомобильных дорог областного значения на период 2025-2026 годы. Все остановки должны быть очищены. До асфальта люди стоят, люди выходят с автобусов, люди падают, люди ломают. Я не знаю, увечья получают. Остановки это должно быть как летом, так и зимой. Без ни одного снега. Это элементарные вещи, Сергей Масудович. Вот начало зимы, еще зимы нету, вы сегодня учения проводите. Также на заседании рассмотрен вопрос бесперебойного электроснабжения. Основными источниками электричества в регионе является Петропавловская РЭК и Кокшетауэнерго. Специалисты отмечают высокий износ сетей, в связи с чем запланирован капитальный ремонт электросетей под станцией. В связи с высоким износом сетей возросло количество аварий на электрических сетях. Так, АОСКРЭК за 23-й год 1343 аварий, за 8 месяцев текущего года уже 1254 аварий. Кокшетауэнерго, 345 аварий за 23-й год, за 8 месяцев текущего года 460 аварий. Из них наибольшее количество аварий приходится на Таишинский район, где-то 230 аварий. В прошлом году, в ноябре месяце, когда у нас аварийное отключение, было обледенение проводов. 162 населенных пункта у нас были без электроснабжения, вы помните, да? Хорошо, еще больших морозов не было. Сегодня Акжарским Макжану Жумабаеву 62 населенных пункта было без электроэнергии в течение трех суток. Более. Пришлось заимствовать электроэнергию около 7 мегаватт. Кажется, брали Российской Федерации Анатолий Анатольевич. Так, да? Заимствовали. Выезжали на место. Поэтому, конечно, вот чтобы такого устранения, не дай бог, какие-то форс-мажорных обстоятельств, чтобы не было, сегодня надо будет готовиться. Также глава региона поручил завершить все противопаводковые мероприятия до 15 ноября 2024 года. В Североказахстанской области 60 защитных валов и дамб общей протяженностью 130 километров. Для ликвидации последствий паводка разработана дорожная карта. Сегодня безопасность населения от паводка будущего года, это сегодня прежде всего в день. Надо засыпать до и возить, чтобы каждый из вас знал. 23 тысячи кубов на земельные валы, которые сегодня есть по биопруду, по городу Петропавловск-Казарскому району, сегодня 60 процентов они работают, в круглосуточном режиме должны работать. Поэтому, когда на чашу весов ставится безопасность населения, или на чашу весов ставится Аким того или иного региона, разменяться никто не будет. Запаводковый период этого года в Североказахстанской области пострадали 44 населенных пункта в 8 районах, а также город Петропавловск. Большая вода подтопила около 4 тысяч жилых домов. Аким Североказахстанской области ГАОС Нурмухамбетов провел совещание с представителями районных и сельских акиматов, а также государственных организаций. Госслужащие выступили с докладами, где отчитались о проделанной за год работе и поделились планами на предстоящий 2025 год. На повестке дня развития сел и сельского хозяйства региона и распределения бюджета. Также затронули такие темы, как образование, благоустройство населенных пунктов и, конечно же, антикоррупционная политика. Глава региона поручил акимам сел и районов перестроить свою работу и реализовывать проекты, опираясь на качество, а не на сроки. Президентом страны четко обозначено преодоление коррупции является одним из главных направлений нашей государственной политики. Тут мы должны четко понимать, что это не только оперативно-розыскные мероприятия, но и профилактические меры, направленные на предупреждение и устранение причин, создающие предпосылки для коррупционных рисков. Реализуя те или иные проекты на селе, погоня за сроками, на второй план уходит качество, население это видит и самое главное, мы не видим сигналов от вас. Развитие антикоррупционного образования среди населения страны формирует в обществе нетерпимость к любым ее проявлениям, отметил глава региона. В настоящее время в области наблюдается значительное количество случаев, связанных с проявлениями коррупции. С докладом выступил руководитель антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Асхад Джакиббеков. Он рассказал о мерах борьбы с правонарушениями и привел в пример некоторых государственных служащих. Формирование антикоррупционной культуры начинается с нас самих. К сожалению, коррупционные факты имеют место быть. Мы все о них знаем. Так, в сентябре 2023 года осужден Аким Петрофельдского сельского округа, Болот Пеков. С назначением наказания в виде штрафа не столь важно доводить все до возбуждения уголовных дел. Главное, чтобы объекты, строящиеся за счет бюджета, были возведены качественно и установлены сроками. Далее обсудили вопрос развития сел. Не все населенные пункты Северо-Казахстанской области сегодня находятся в надлежащем состоянии. Заместитель Акима области Канады Зельбаев рассказал о новых программах и их реализации в селах. В текущем году на реализацию 77 проектов 59 селах выделено порядка 13,5 миллиардов тенге, в том числе более 7 миллиардов тенге, 15 приграничных сел для реализации 27 проектов. Реализация проекта позволит улучшить жизнеобеспечение более 160 тысяч сельских жителей и создать более 1 тысячи рабочих мест. Планируется ежегодно до 27 года модернизировать не менее 50 сел. В некоторых селах области отсутствуют необходимые для населения объекты инфраструктуры. В первую очередь на это должны обратить внимание Аким из сельских округов, поручил ГАУЭС Нурмухамбетов. Также глава региона отметил, что большое внимание необходимо уделять поддержке местных сельхозтоваропроизводителей. 10 сентября этого года глава государственной встречи с аграриями четко подчеркнул, что государство естественно будет поддерживать землю владельцев, частников, которые продуктивно работают на селе. Но те, кто появляется на своей земле 2-3 раза в год, собирает доход и живут в лучшем случае в Алмате, в Астане, а возможно и за рубежом, нам такие, конечно, в земле пользователи не нужны, потому что они должны заботиться о земле и о сельчанках, устраивать быт людей, трудоустраивать, оккультуривать нашу сельскую местность. На встрече присутствовали и представители местных сельских хозяйств. В последние годы компания Геннадия Зенченко особое внимание уделяет благоустройству села Новонекольского развитию спорта и образования. Сегодня люди не хотят делать ошибки, переезжать с одного места на другое и менять нормы на шило. Народ хочет сегодня покоя, народ хочет сегодня стабильности, а самое главное, сегодня родители очень сильно беспокоятся за будущее своих детей. Соответственно, нужно подать сегодня именно вот этот социальный пакет в виде образования, в виде спорта, социалки. В Есельском районе развитию села уделяют особое внимание. В этом году заключено 58 меморандумов сельхозтоваропроизводителями, проведено более 50 мероприятий по благоустройству. Не забывают там и о республиканской акции «Таза Казахстан». Провели 47 субботников, высадили порядка 4000 деревьев и около 700 кустарников. Участие принимали порядка 3000 добровольцев. За летний период убрано порядка 3000 тонн мусора. Этот форум дает нам возможность обменяться опытом, познакомиться с нашими коллегами из других районов и узнать, как они работают. Возможно, перенять какие-то методы. Я считаю, что нужно чаще проводить подобные встречи. Они помогают улучшать нашу работу. В завершении совещания Акимы сельских и районных округов и другие госслужащие получили благодарственные письма из рук Акима области за вклад в развитие региона. Торговые связи между Североказахстанской областью и США плодотворно развиваются. В настоящее время налажено взаимовыгодное партнерство в сфере сельского хозяйства, транспорта и образования. Третий год подряд успешно ведется сотрудничество между местным вузом, Североказахстанским университетом имени Монаша Козыбаева и Университетом Аризоны. Данное взаимодействие способствует повышению научно-исследовательского потенциала в регионе. На сегодня по двухдипломной программе обучаются по тысяче у нас студентов. Уверен, ежегодное их количество будет у нас в стране расти, также в нашей области. Для этого мы создаем все условия. В ближайшее время мы откроем, я знаю, что вы встречались с ректором университета, мы откроем общежитие на 1200 мест, тем самым мы полностью закроем 100% потребность в общежитии наших студентов. Мы также активно сотрудничаем в научной сфере. На прошлой неделе я встречался с руководителями университета и с гостями, которые приехали с научными руководителями с Аризона. Это уже второй визит Дэниела Розенблюма в Североказахстанскую область. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и по другим ранее непроработанным направлениям. Университет имени Хозубаева и Аризонский университет имеют историю взаимного сотрудничества. Это станет основой для будущих направлений нашего взаимодействия. Меня интересуют приоритеты вашей работы в регионе. Мы бы хотели услышать о том, как мы можем помочь вам в осуществлении ваших задач. Аким области сообщил, что работа, проводимая в регионе, осуществляется в рамках определенных президентом страны задач. Особое внимание глава государства уделил развитию креативной индустрии. Поэтому в ближайшее время в регионе откроется соответствующий центр. Глава государства в своем недавнем выступлении на третьем Крултае и заседании национального Крултая особо отметил развитие креативной индустрии как точка экономического прогресса страны. На сегодня по поручению главы государства Косможемарки Миловича Тукаева в нашей области открывается центр креативной индустрии «Козлажар», задача которого – продвижение креативной индустрии, обучение технологиям на базе искусственного интеллекта и подготовка кадров данной отрасли. Отметим, что в настоящее время товарооборот между США и Североказахстанской областью превысил 5 миллионов долларов. Геннадию Геннадьевичу Зенченко 60 лет. За большой вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности и потенциала отрасли Геннадию Зенченко объявлена благодарность президента Республики Казахстан Косымжу Марта Тукаева. Зачитал поздравительное письмо Акиму области ГАУЭС Нурмухамбетов. Ваш упорный труд, преданность делу, использование передовых технологий способствовали развитию компаний Зенченко и КАМ, как современного сельсхозяйственного кластера и популярного казахстанского бренда. Большого уважения заслуживает и ваша активная гражданская позиция, участие в общественной жизни региона и реализация значимых благотворительных проектов. Поздравляю вас с 60-летием, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Президент Республики Казахстан Косымжу Март Кемеевич Тукаев. Присоединился к поздравлениям и глава региона. Трудовой путь Геннадия Геннадьевича и достижения в области сельского хозяйства вызывают глубокое уважение и восхищение, добавил ГАУЭС Нурмхамбетов. Вы продолжаете славный путь вашего отца, героя труда Геннадия Ивановича. Благодаря вашему профессионализму, упорству и лидерским качествам, командирное товариство успешно развивается, сохраняя традиции, внедряя современные технологии. Глава региона пожелал юбиляру крепкого здоровья и подарил цветы. В свою очередь Геннадий Геннадьевич выразил слова благодарности главе государства и Акиму области за постоянную поддержку. Тоже сказать спасибо, огромный поклон. И хочу заверить от нас, от всех новонекольцев, от компании Зетченко, что мы никогда не подведем, всегда были в лидерах, были и будем. У нас один всегда лозунг, я всегда разговариваю с коллективом, говорю. Первым быть легко, но ни в коем случае нельзя выпускать позиции. Страна идет большими шагами, мы сегодня должны идти в ногу со временем. Радостный повод с именинником разделили его близкие, друзья и коллеги. Для каждого из присутствующих в зале Геннадий Геннадьевич является настоящим примером честного и трудолюбивого человека. В конце августа к уборке урожая приступили в ТО «Западная СК». Компания уже много лет занимается выращиванием зерновых культур. В этом году планируют убрать урожай с 14 тысяч гектаров. На 60% работу уже завершили. ТО «Западная СК» в селе Токсанби района имени Габита Мусрепова выращивает пшеницу мягких и твердых сортов, а также ячмень. На сегодня уборку мягкой пшеницы завершили на 50%, твердой на 100%. Задействовано 10 комбайнов марки «Джон Дир», 4 трактора К-700 и 3 Камаза. Трудится порядка 120 человек. Всего в районе имени Габита Мусрепова уборкой зерновых занимаются 56 товарищей с ограниченной ответственностью и около 230 крестьянских хозяйств. Уборочная площадь составляет 670 тысяч гектаров. На сегодня скошено зерновых и зернобобовых 308 тысяч или 53% при урожайности 16,8 центнеров с гектара, масличных 74 тысячи. В уборочной кампании района участвуют 510 комбайнов и 46 жаток. Для сушки зерна имеются 52 зерна сушилки. Также приступили к обмолоту масличных, значит 2000 гектар 200 восстановлен при урожайности 10,5 центнеров с гектара. Для скорейшего созревания приедена диссекация просевов на площади 50 на 1000 гектаров. В районе имеется 14 линейных левоплённых предприятий, в том числе 9 лицензированных. На сегодняшний день принято в объёме 145 тысяч тонн зерна нового урожая. В основном это идёт третьим и четвёртым классом. Также у самих хозяйствах имеется зернохранилище на 640 тысяч тонн. Потребность в топливе составляет 10 тысяч тонн. С операторами-поставщиками дизельного топлива заключены 117 договоров. Также в районе уже началась подготовка под посев 2025 года. Проводятся работы по вспашке Зяби на площади 71 тысяча гектаров. В селе Берлик района имени Габита Мусрепова в скором времени откроют новый фельдшерско-акушерский пункт. Строят его с мая текущего года. Сейчас уже идут внутренние работы. После установят мебель и оборудование. Подрядчик местный ТОП МК-5 из села Новояшимского. Средства на строительство выделены из республиканского бюджета по программе АОЛ Ельбис АГ. 95% объекта уже практически готовы. Сумма, выделенная на этот объект, более 200 миллионов. Из них освоено 95%. Практически сейчас в течение буквально 10 дней мы уже завершаем объект и готовимся к сдаче. За это время проведено большое количество работ. На объекте находилось более 10 разной большой техники. Более 20 людей находилось на объекте постоянно. Много кого трудоустроили. И сейчас, как я говорил, уже готовимся к сдаче объекта. Кое-какие последние отделочные работы проводим. Полностью проведены земляные работы. Сначала, потом, дальше, получается, установили фундамент. Потом полностью кирпичные каменщики отработали. И уже другие бригады отделочников, фасадчиков, кровельщиков. То есть это такой совместный большой труд. До этого у медиков не было своего здания. Арендовали помещение в детском саду. Всего в Берлике проживают 700 человек. 112 из них дети до одного года. В этом году здесь наблюдается рост численности населения на 5%. На учете в амбулатории стоят 188 человек. В новом ФАПе будут работать фельдшер и медсестра. Два раза в неделю прием будет вести врач общей практики из Нежинской врачебной амбулатории, к которой прикреплены несколько близлежащих сел с населением менее 300 человек. Будет работать дневной стационар на 4 койки, физиокабинет. Оборудование уже завезено. Сейчас будет по мере сдачи будет все устанавливаться и готовиться. К Нежинской врачебной амбулатории прикреплены еще 6 деревень. Это Берлык, Буденный, Нежинка, Ефимовка и Чернозубовка. Прикреплены все сюда. Они сюда также могут обращаться. Там кругом есть медработники, просто там совхозы маленькие, там до 300 человек где-то есть. Поэтому там медицинские пункты, там работает просто медсестра. Основная будет масса находиться или в Берлаке, и в Нежинке. Создают здесь и все условия для людей с ограниченными возможностями. Таких в селе четверо. Основные заболевания – артериальная гипертензия, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, трое инвалидов, инвалиды-колясочники. Поэтому на всех и здесь, и в Возвышенке предусмотрены пандусы полностью, которые соответствуют стандартам социальной защиты, чтобы обслуживание населения, чтобы доступность была, доступная среда для инвалидов. Ждут открытия нового медпункта и в селе Возвышенке. Сумма на его строительство тоже внушительная – 260 миллионов тенге. Помещение площадью 154 квадрата, прилегающая территория – порядка 4000 квадратов. На объекте трудится бригада из 15 человек, задействована 10 единиц техники. Здесь осталось подключить электросети и медицинское оборудование. Работы проводились, начиная с фундамента, выкопали фундамент, экскаватор привлекали тоже, выкопали фундамент, фундамент ленточный, высота в три блока, плюс заливалось основание бетонное. Вода подведена, отопление, все подведено, все подключено. Ну, как отопление здесь электрокотел, отопление получается у них автономное, канализация, все подведено, электричество, все подведено. Вода холодная, горячая, установлен 200-литровый водонагреватель в тех помещениях, полностью, ну, здание полностью, горячая вода есть, отдельно в процедурном кабинете, отдельно арестон. В селе проживают 320 человек, 80 из них дети. 48 человек стоят на диспансерном учете. Олеся Милошевич работает вместе с строй с 2013 года. В день к ней обращаются около пяти человек. В основном это пожилые люди с жалобами на высокое давление. Новому месту работы очень рада, так как в старом помещении было некомфортно. Не было отопления, освещения недостаточно. Все процедуры приходится делать в одном кабинете. Небольшое помещение, но оно не предназначено для оказания такой помощи медицинской. Так как здесь только вот приемный кабинет, кабинет, где мы оказываем помощь, там, как и людей, там, конечно, намного здания большой, кабинеты от земли, как положено. Я здесь оказываю экстренную помощь, осматриваю детей, новорожденных детей. Если есть какие-то у нас заболевшие, мы отправляем, соответственно, направляем в Розаевскую врачебную амбулаторию для оказания соответствующей медицинской помощи и назначения. Если врач, там, терапевт или педиатр назначают какие-либо назначения, соответственно, люди приезжают сюда, и если это дневной стационар, то я их, соответственно, здесь прокапываю или прокалываю. Обращаются в осенне-весенний, наверное, период, когда идет больше заболевая стюрви, гриппом, барнахиты. В ФАПе и медпункте предусмотрено отдельное помещение под аптеку, где сельчане смогут приобрести все необходимые лекарства. На угольном тупике ТО «Нордуголь» реализуется продажей нескольких сортов угля – Экибастузский, Каражаринский, Шубаркольский, Майкубинский. Ажиотажей здесь нет практически никогда, но спрос есть постоянно, делятся представители компании. Пик продаж приходится на октябрь. На территорию ТО уголь поступает ежедневно, закупают его в Павлодаре и Караганде. В день продают до 350 тонн. Наиболее высокий спрос наблюдается на уголь с месторождения «Шубарколь». Реализация угля идет у нас как бы подекадно, уголь поступает. По стоимости Шубаркольский уголь сортовой у нас 19,5 тысяч, потребительский – 18,5 тысяч, Каражаринский сортовой – 19,5 тысяч и 18,5 тысяч потребительский. Майкубинский уголь – 15 тысяч, Богатырский уголь – 14 тысяч тонн. Люди берут. Организации бюджетные есть, и так приезжают, берут за наличные деньги, то есть получается здравоохранение, учреждение образования. На территорию угольного тупика компании «Проминвестуголь» поставляют только Каражаринский уголь. Добывают черное топливо в Семипалатинске. Стоимость за тонну составляет 19 тысяч тенге. Поставки производятся практически каждый день и привозят около тысячи тонн. Всего в Североказахстанской области имеется 36 пунктов реализации угля. Четыре из них находятся в Петропавловске.